В парке Победы Ставрополя прошло масштабное мероприятие, посвященное Дню Семьи, Любви и Верности. Сотни горожан вместе со своими родными поучаствовали в творческих мастер-классах, познакомились с экспозицией казачьего подворья, а также самостоятельно смастерили бумажные ромашки – символы любви и верности. Я думаю, что любое мероприятие, проведенное вместе с семьей, где-то на природе, на улице, в театре, в библиотеке, ну, в общем, любой совместный поход, он объединяет людей, сближает. Потому что только через совместные действия можно обрести вот эту тесную связь друг с другом. Для всех гостей на сцене выступили творческие коллективы. В этом году масштаб мероприятия больше, ведь с 28 июня этот день признан официальным праздником в России. Отметить день семьи, любви и верности вместе со ставропольцами приехал и глава города Иван Ульянченко. У нас в городе Ставрополь проживает очень много прекрасных, замечательных семей, на которых мы должны равняться. Вот своей совместной жизнью они показывают, что нужно для человека. А что для человека нужно? Наверное, когда в семье хорошо, когда в семье благополучие, когда в семье раздается детский смех. Это главное, наверное, и в этом смысл жизни. Мэр вручил медаль за любовь и верность многодетной семье Клепиковых. Принимать награду они вышли полным составом. Я рада тому, что мы встретились 48 лет назад, далеко в Узбекистане. Он был еще начинающим, так сказать, курсантом первого курса. И так во всю жизнь мы прошли. Четверо у нас детей, каждый рожден в каждом определенном округе, где мы жили. Да она мне приснилась 16 лет. А когда увидел, ну все, я сразу пришел. Вот все свидетели, мои друзья, курсанты. Я им сказал, это будет моей женой. Также по случаю праздника прямо на главной сцене Парка Победы родилась новая семья. Молодожены Александр и Мария познакомились в социальных сетях и с тех пор неразлучны. Заключить союз в День семьи, любви и верности не было в их планах. Но судьба распорядилась иначе. На самом деле просто так совпало. Ничего не планировалось именно в этот день. Да. Ну и так получилось, что такой торжественный праздник. Вот. И на самом деле мы очень рады, что в этот день мы решили завыкнуть брак. Конечно, теперь это наш праздник официально. И я думаю, что мы будем его праздновать. Молодой праздник отсылает нас к событиям далекой древности, что говорит о вечной ценности семьи. Как и тогда, Петр и Феврония являются особым примером верности и любви для каждого человека. Из года в год ставропольцы встречают этот праздник в веселой, радостной и по-настоящему семейной атмосфере. И этот день не стал исключением.